Охо, можно без сигареты? Без сигареты! Это что? Без сигареты! Это, по-моему, с рынка позвонили. Салам! Салам! Здравствуйте, здравствуйте! Салам, добрый, вы кто? Ты с чем сели? Наш Габала Краалы. Это король Габали. Здравствуйте, Краал! У нас прям короли сплать. Королевство какое-то, а не страна. Страна королей просто. Габалинский король. Алло, алло. Салам, Габаля Краалы. Рэмбо на связи. Алло, король Габалы, кто ступа надмитит, а? Алло. Салам алейкум, Камрам. Здесь у нас король Габалы, из Краснодара Карен и я. Из Уфы, Сабуфи. Я рад был. Сабуфи и Зуфы. Карен. Короче, у меня вопрос к тебе. Вот ты говоришь, то, что с рынка женщину нашли или что там, да? Ага. А вот смотри. Во-первых, так скажу, да? Скажу. Вот тебе понравится, если тебя не Кареном, а Расулом или Мухаммедом или кем-то назвать. В смысле назвать? Назовут, в принципе, как? По имени? Не по имени, а скажут, что это... Ну, допустим, вы считаете, Карен – это армянское имя, да? А завтра Грузин скажет, что Карен – это вообще-то... Я не против. Абсолютно не против. Честно сказать, я не против. В смысле, не против. Но я знаю, что ты не против, чтобы распространялся вот это, типа, пользовать ваше имя, да? Сейчас дело не в этом. Правильно говорит. Вот завтра скажут, что вот это ваш, это, крестик, это грузинский. То есть вам это подарили грузины. Тебе тоже, естественно, не понравится. Тут только, не только дело в Слугюне там или Хачапуре. Во многом, вот посмотри, Ютубе найдешь ты много чего там. Послушай. Допустим. Дело в том, я отвечу на вопросы. Дело в том, что Кемран... Ты пропадаешь. Да ну давай я, Саш. Ну-ну, говори, говори. Позже будет, когда его услышат, что он правильно все рассказал и разъяснил. Ну, блин, ты знаешь, вот кореян, вот логика где, вот тут только, не только заключается дело в Слугуне, да? Во многом, даже вот некоторые, вот я слышал, даже ученых, грузинскую землю, вот грузинскую землю называют армянской землей. Тут не только дело в женщины. Там ни один, ни два, там пальцем. Ну, можно там много кого считать, что он усвоил. Косетскую культуру основной. Я согласен, ты знаешь, смотри, история такая вещь. То есть, на протяжении всей истории, кто-то завоевывал, кто-то отдавал. И всегда менялась культура, все менялось, смешивалось и тому подобное. И сейчас кто-то, никто не может заявлять, что именно здесь мы и все. Такого никто не может сказать, понимаешь? Потому что весь мир... Нет, понятное дело, да, вот Сулугуни могут и в джунгли делать, могут и в Африке делать. Это может армянин делать, может там, не знаю, еврей это может делать, Сулугуни. Но есть вот вещи... Я согласен, факт остается фактом. Факт остается фактом, что Сулугуни это грузинский. Даже название Сулугуни это грузинское название. Так это никто не испорит. Но если это донести до людей именно в правильном формате, а не для... Бывали, когда ты выйдешь на улицу, да? Вот ты где живешь? В России? Да, 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 я в России живу. Ну, получается, нам делать нечего. Выйдем по отдельности, там, двери стучат. И вот, знаете, люди, это грузинское, если там убийца... Да нет, я говорю по факту именно... По словам так и получается. Не-не-не-не-не, по факту... Давайте послушаем нашего гостя. Добрый вечер! Кстати, это мой брат родной, наш гостя. Не похоже. Чуть-чуть, только вот... Ветеран Карабахской войны. Большой респект. Как-то случайно попали в эфир тебе. Оу, как дела? Все нормально, как у вас? Спасибо. Вот, Карен, если что-то хочешь, спроси у ветерана Карабахской войны. Без проблем, он совершенно адекватно тебе ответит. Спрашивай. А что я? Все сказали им. Все сказали там. Ну, вдруг у него там какой-то вопрос недосказанный есть. Спрашивай. Карен, ты сам из какого города родом? Из какого города. Карен. Нет, родом. Родом. Российская армия или из Армении? Я понял, родился в Краснодаре, получается? Ну? Не слышно тебя. Баку. Алло. Баку родился, Баку. Баку Ладын. Баку родился? А мы в Масисе родились. Мы сами в Масисе родились. И брат, и я. Оригинально. Смотри, знаешь, какой давно я хотел в эфир попасть, да? Как раз таки это совпадение, скорее всего. Вот скажи мне, пожалуйста, вот первый шухар где начал? В Армении или в Баку? Кто кого первый? В Советском Союзе. Я не считаю, вот 37-й год. Ну, вот эти годы я не считаю, последняя, ближайшая история, послушай меня. Начнем с 85-го года. Даже не Гафанов, не считая, до Гафанов еще начал, еще дальше, ближе к Ерванову. Вот где это первый начал, в Баку или в Армении это все начало? Ну, когда смотри, смотри, я тебя отвечу, когда я в Баку жил, это в Баку уже начались вот эти вот проблемы. То есть в Баку начались проблемы у нас, когда мы вот в Баку... Кто начал эту проблему? Кто начал? Ну, я не могу сказать, я тогда, наверное, еще не родился. Вот ты когда самый личный, когда уехал? А вот ты в Баку говоришь, что кто это творил, не говоришь. Карян, ты сам из Баку в каком году уехал? Интернет и пистон. В 88-м уехал, в 88-м уехал году. Скорее всего, в 91-м. Не-не, в 91-м я уже... Карян, в каком году ты уехал из Баку? В 88-м где-то, 88-й год был. А вот самый последний, по твоим информациям, последний армян, в те годы, в каком году уехали? В последний. Ну, наверное, в 91-м, в 92-м годах, вот так, скорее всего. А прикинь, в 88-м году ни одного азербайджанца в Армении остался уже. Ну, прикидываю, почему не прикидываю? А теперь, получается, я где-то все начал. Гораздо, я думаю, что в Азербайджане... Более солидарно относились к этому, дали свободу. Даже вообще, я бы сказал, в Азербайджане, я не слышал, что кого-то насильно выгнали. Уехали... Давай, давай, тебе сейчас дашь, как скажу, вот, скажу и минус и плюс. В Азербайджане, в Азербайджане, в Баку конкретно, выгоняли насильно, насильно выгоняли. Но послушай плюс, наслушай плюс. А два друзья азербайджанцы помогали нам уезжать оттуда, понимаешь как? Я не могу сказать, что они... Вот смотри, у меня предки, да, с одним костюмом и в порту уехали. Ну, сейчас же были возможности, чтобы забрать с собой все свои вот эти движимые имущества. Брать с солдатами, понимаешь, там солдаты нас даже, вот отца друзья солдаты вывозили нас оттуда. Вот в чем вопрос. Какие, о чем ты говоришь, что можно было забрать оттуда, кроме своих паспортов и больше ничего? Ну, люди, многие поменяли квартиры, получили квартиры в Ереванске. Нет, мы ничего не успели, абсолютно все оставили. Многие продали. Ну, мы не успели ничего не оставить. Не, я одно понял за это время, Мелли, что спорить бессмысленно. По-любому армянам за 30 лет так вбили в голову, что мы плохие. Висписио ларьявшедала, что мы их выгнали. И так это вбили, что... Слушай, тебе, вам, зачем ты случаешь в тот момент, что и вам 30 лет вбили в голову новое поколение? Я же тебе уже, мы об этом с тобой разговаривали. Сторин, как ты думаешь... Смотри, Сорян, такой вопрос. Вот пришел, что Азербайджан... Я, конечно, две секунды, дай-то скажу. Но если спросить наших старших, старших, родителей, бабушек, дедушек, они никогда не могут сказать, что кто-то был плохим или кто-то был хорошим. Все жили в дружной, в мире, понимаешь? Вот эти 30 лет поменяли полностью все. В головах у молодежи поменялось... Тот, кто здраво остался рассуждать, он и остался здраво рассуждать. А остальное все поменяли, понимаешь? Мировоззрение именно молодых, но молодого поколения поменялось. Спроси любого взрослого, дедушку, бабушку, независимо от нации, армянина, азербайджанца. В 90% случаев все будут говорить, что мы жили в дружной, в дружной. В 20 лет, там даже захотел бы, не смог бы какие-то конфликты национальные. А с другой стороны, вот смотри, ты сам жил с азербайджанцем, правильно? Ты сколько лет был, когда уехал? Там я маленький был, два года. А, два года. Ну, у меня родители там родились, родители там родились, там жили. Пускай твой брат да задаст вопрос, мне интересно, вот что он спросит. Торож, Кардаш. Торож, ящик. Я не могу сказать, что у них все люди, Карабах, армянцы, армянцы. А вот человек спрашивает, вы до сих пор говорите, что Карабах это Армения? Как ты считаешь? Опять провокация. Нет, это его вопрос, да, он его спросил. Нет, нет, это его вопрос. Карабах, Арцав, это земля. Земля, земля тех, кто там живет. Ну, оставь бить себя в грудь, блин, как это все устает, знаешь. Я понял, я понял. То есть, если мы завтра там живем и жили раньше там, это наша земля, правильно? Все, да, это, да? Ты об этом? Нет, земля-то, вот говоришь, да, Карен, смотри, земля. Никто же никого не выгоняет. Ты сейчас живешь в Краснодаре, знаешь, Краснодар, это Армения. Нет, Краснодар, это НТНС. Но, но ты понимаешь в чем? Которые здесь адыгейцы жили, черкесы, они до сих пор уверены и до сих пор говорят, что это все черкесская земля. Как бы там ни было, живет. Ну вот смотри, они же в составе Российской Федерации, правильно? А сейчас же их не выгоняют никуда. Живешь, твоя земля живет. Ну вот, Франсада, 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 онлайн-дир. Ну вот, Франсада. Франсада, Франсада, это Александр, это не выгоняет. Продолжение следует... Если этот парень Карен там был, я бы ему сказал, что всю эту фигню начали в Ереване в конце 80-х годов. Люди вышли на улицы туда, кричали «Мяцум, Мяцум, Мяцум», совершенно даже не знали, где Карабах и где он находится. Вот он, Мяцум. А потом, в начале 90-х годов, те, кто стоял на этой площади, одни из первых убежали из Армении и до сих пор живут в других странах. Понятно? И что касается насчет населения Карабаха, да? Эде, эти люди армяне, их же никто не трогал, азербайджанцы же их не трогали. Пожалуйста, да, живите на здоровье там, на территории Ханканди или Типанакер, да? Никто же их там не трогал. Пожалуйста, живите там. Что это такое? Если, допустим, как вы правильно сказали, в Краснодаре или в Ставрополе, или в Пятигорске, или во Франции, идите, сделайте там свой Арцах, посмотрим, у вас это получится. Поэтому я все это складываю, все эти беды на этих затейщиков, которые делали вот этот проклятый Мяцум. Вот. Я их до сих пор проклинаю. Вот так. И что касается армян, которые жили в Баку, большинство из них, большинство из них, все свои дома продали, и все кругом эти соседи, друзья помогали. И одна из версий, одна из версий, может быть, это ККБ СССР отпустило тюремщиков, которые сидели в тюрьме, этот, как бандиты, да, и среди азербайджанцев. И вот они, как бы, устроились в металле вот этих армян. А так, простой народ азербайджанцы, они никогда в жизни своих соседей не тронут. Смотрите, я столько лет прошло, столько лет прошло, я когда приехал в Баку, не один старец Менедимедки, а Буэр Менеди. Я с тобой не буду разговаривать. Вот так же, вот, факт, Эдик, ты когда... Понимаете? Вот смотри, ты когда уехал, вот, 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 вот твои соседи как тебя встречали? На видео я видел, нормально, там, прям, вот, как родного человека. Мне много еще, что не показывали, много еще, что не показывали, У меня есть личные свои сюжеты Даже на улице я иду 30 лет прошло Я говорю С которым мы сидели Дружили, понимаешь? Которому было 10-15 лет тогда Да, говорит, это я Вот хоть разу, да, после столько войны Там, первый, второй, да Вот хоть разу тебя там Что ты армянин Такого вот услышал про себя Вот в свой адрес Не, ну понимаете То, что интернет-то я зылар Я на это вообще не обращаю внимания Нет, конечно же, в интернете сидит, допустим 100 тысяч человек, это не значит Что 3 миллиона или 10 миллионов за 10 миллионов Можно говорить А так реально нет До сих пор Вот ты хоть разу услышал, чтобы тебя Вот армянином назвали, а не эдиком Вот в Баку тебя кто-то так назвал хоть раз Вот и не, 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 не Ребята, всем с Новым Годом Давайте скажем все важные слова Карабах, Азербайджан Спасибо, Кен, с Новым Годом До свидания